Всем привет! Меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я бы вам хотела рассказать о том, как я поступала в техникум. Я вас в инстаграме попросила задавать вопросы, которые вам интересны. И сегодня я расскажу о том, как я поступала, куда я поступила, что я сдавала, результаты ОГЭ скажу. Если вам интересно, то давайте начинать. Начну, пожалуй, с ОГЭ. Я сдала ОГЭ хорошо. Сдавала я русский, математику базовую и географию с информатикой. По русскому мне 38 из 39, по математике 18 из 20, из 32, по-моему, что-то такое. По географии у меня 31, по-моему, из 32, если не ошибаюсь. И по информатике у меня, по-моему, 21 из 22, что-то такое. Я, если честно, не помню, какие там максимальные баллы. Но, в общем, по русскому географии и информатике мне не хватило одного балла до максимума. Как можно понять, сдала я достаточно неплохо. И сейчас хочу ответить на 10 вопросов, которые вам были интересны. Первый вопрос. На кого и куда я поступаю? Я поступаю на дизайнера интерьера. Этот факультет, он вообще на все отрасли дизайна, графический, промышленный, там, насколько я знаю, еще будет. Я поступаю в Новосибирский кооперативный техникум имени Косыгина. Вообще, он не направлен на именно художественную какую-то деятельность, он не направлен на творческую деятельность. Там есть и таморни вроде бы, и что-то еще. Поэтому, да. Но это был лучший вариант из всех тех, что у меня были, в принципе. Потому что... Также у нас есть еще училище Новосибирское государственное, НГХУ. Но мне туда предлагали поступать. Но туда берут в основном детей с красным аттестатом. И там нет моей специальности из дизайна интерьера, поэтому я сразу откинула этот выбор. Если так можно сказать, следующий вопрос, почему дизайн и сложно ли поступать? Дизайн, потому что мне это всегда нравилось. Но я... Последние годы того, как я училась в школе, я металась между дизайном интерьером и архитектурой. Но поняла, что архитектура это сложно на самом деле. И все люди, которые говорят, что они учатся на архитектора, они говорят, что это очень сложно. И вообще, как бы, архитектура это больше про здания какие-то, проектировку их. А мой дизайн интерьера, он именно про внутренние помещения. Там кафе, рестораны, квартиры, например. То есть, все вот это мне очень нравится. К тому же, все мы знаем прекрасный грузинс, про который я сначала снимала. И, как можно заметить, я больше увлекалась стройкой, нежели самой игрой. И вот из-за этого меня тянуло именно на дизайн интерьера. Мне всегда как-то больше нравилось именно обустраивать дома, нежели их снаружи как-то делать. Но при этом архитектура мне тоже нравится, но дизайн как-то интерьера больше. Я прям действительно тащусь от того, что вот когда я что-то внутри делаю, неважно, это общественный участок или жилой какой-то дом, я просто... Это делайте. Мне кажется, что у меня есть вкус стиля какой-то, чувство стиля в этом деле. Вот, поэтому да. Сложно ли поступать? Нет. Потому что я поступаю, как я уже говорила, в техникум. А это намного легче, нежели университет. Оно по этому мы попозже поговорим. Если бы я поступала в университет, скорее всего, мне было бы намного сложнее. Но в техникум, нет, было не сложно. Я особо-то не волновалась, у меня не тряслись руки, как бы. Следующий вопрос. Почему решила я уйти после девятого? Почему не пошла в десятый? Потому что я как-то, как бы ни странно не изучала, не хотела терять эти два года. Хотя, с одной стороны, я теряю... Ну, могла бы потерять эти два года в школе. Ну, как бы, по сути-то, я их не потеряла бы, потому что я потом бы вышла в страну в университет. Но просто я знала, что меня ничего в школе не держит. В плане, я не буду учиться на какого-то врача, где нужно будет следовать кинобиологию. Дизайн — это такое то, что вот вообще творческие профессии — это те профессии, которым не научат в школе. Тебе не научат проектировать и так далее. Тебе не научат там рисовать. Этому тебя не научат. И поэтому предметы, которые изучались бы в 10-11 классе, они мне просто-напросто не нужны. И я бы просто тратила вот это время зря. Ну, в плане, я бы учила то, что мне не нравится. Зачем мне это? Поэтому я решила пойти в техникум. Там, получается, я тут год первый — это 10-11 класс, общая программа. И потом уже начинаются профессиональные программы, то есть по профессии учиться. И для меня это вот как-то лучше. К тому же я выйду уже со средним образованием и с профессией. И я могу сразу идти работать. Конечно, я отучусь на два года больше. Но есть такие вещи, когда тебя берут в университет уже на третий курс или на второй сразу же, а не на первый. Но это нужно, конечно, в университете самому обговорить или в УЗИ, неважно, где в академии. Но еще посмотрим, как жизнь покажет, так как мне учиться 4 года. И поэтому за это время еще много воды утекет. И к тому же, как я уже и говорила, я выйду с образованием. Я смогу сразу же пойти работать именно по специальности. Потому что, как мне кажется, для дизайна не нужно прям высшее образование. Потому что ты можешь быть и с высшим образованием, но руки-то будет низ, плечи расти. Следующий вопрос. Куда планируешь после техникума? Как раз-таки о чем я хотела поговорить. После техникума я планирую поступить на высшее, получить образование. Но там на самом деле как покажет. Потому что, как я и говорила, уже за 4 года много войды уйдет. И может все кардинально изменится. Мое мнение может поменяться. Поэтому, кто знает, как все пойдет. Но вообще я бы хотела получить высшее. Я не планирую оставлять только колледж за своей спиной. Хотелось бы, конечно, вышку. Также на дизайнера интерьера. Только уже высшее, чтобы получить. И я бы в идеале хотела бы поступить на заочное. Потому что 8 лет тратить на учебу это очень много. И вот эти 4 года, которые последующим мы все равно... Ну там, получается, и там 4 года в техникуме. И уже в инверситете, получается, там тоже 4 года. Примерно 4-5. Я не хочу просто это время тратить, просиживать там. Я бы хотела поступить на заочное. И мне кажется, так будет намного удобнее. И как бы вообще просто легче. Следующий вопрос. Кем хочешь стать в дальнейшем? И куда хочешь себя посвятить? В дальнейшем, вот как раз таки, я бы хотела работать по специальности. Как ни странно. При том, что я знаю много людей, которые не работают по специальности. Но я из тех людей, которые будут работать по специальности. Потому что я действительно горю этим желанием. Горю этим делом. Горю вот этим вот дизайном. В общем, это правда, вот мечта просто всей жизни. Хотелось бы еще развить навык веб-дизайна. Графического вот этого вот. Чтобы делать всякие логотипы и так далее. Потому что лишняя денежка никогда не помешает. Следующий вопрос. Какой был или будет вступительный экзамен? Я его уже сдала. Сдала его в июне. У нас было 3 потока в июне, в июле и в августе. Вот сейчас будет в конце. Я сдала в июне, потому что я хотела сразу, так сказать, отстреляться. И все. И пойти со спокойной душой в это лето. Вот. Вступительный экзамен был один рисунок. Я вставлю вам, что я рисовала. Что я сделала, точнее. Перед тем, как сдавать этот вступительный экзамен, я ходила неделю на курсы. Точнее, 5 дней. И этом техникуме. Мне, на самом деле, очень понравилось. Это было очень классно. И я не пожалела, что пошла. 2000, по-моему, я дала за них. Или 2500, что-то в этом роде. Я не помню, если честно. Там, в общем, когда мы пришли, там было 3 работы на выбор, которые ты мог нарисовать. Это была просто композиция из геометрических фигур. Две штучки всего лишь. Это вообще очень легко. И вообще, изначально я хотела пойти туда, где сложная работа, так как для меня там, в общем, была призма шестигранная и пирамида. Для меня это просто вот самое легкое, что может быть. Я ненавижу больше всего рисовать куб. Куда вы думаете, я села? Рисовать куб. Замечательно, прекрасно. Потому что в том классе, точнее, в том кабинете, в котором была вот призма и пирамида, там не было места, и меня посадили туда. Но было легко. У меня зачет. Как можно понять, раз я снимаю это видео, значит, у меня зачет. Это было действительно вообще неспложно. Если вы готовились, если вы знаете технику построения, как все это делать, нужно штриховку и так далее, вы точно как бы сдадите. В этом действительно ничего сложного. К тому же, я думаю, что это оценивается по пятибалльной шкале, а оказывается, это просто зачет-не зачет. И я уже тогда вообще перестала париться. Я точно знала, что у меня будет зачет, как бы. Какие документы нужно собирать? Если честно, я не знаю, потому что вообще в этим всем занималась моя мама. Я так немножко ей помогала. Но я знаю, что нужно взять справки со школы, какую-то там справку. Вообще, если вы уходите после девятого или уже после одиннадцатого, вам говорят, какую вам нужна справка. Поэтому это можно узнать в школе. И вообще можно узнать, какие документы именно нужны вашему университету, или фолиджу, техникуму, училищу, чему угодно в самом этом заведении. Я вот собирала какую-то справку из больницы, вот, со школы какая-то там, на прививке вроде бы, если не ошибаюсь, что-то такое. И также паспорт, оригинал, оригинал, либо копия аттестата, смотря в одно вы будете заведение подавать или в несколько лет. Я оригинал отдала, потому что я знала, что я точно туда пойду, и я точно пройду. В общем, как вы можете понять, я вообще не сомневалась в своей, как бы, в этом не сомневалась. Мне вообще было легко, и вроде бы это всё, что нужно собирать. Я, если честно, правда не знаю. Я не знаю, потому что это действительно этим занимала всем моя мама. Какой бал аттестата? У меня бал аттестата 4,73, у меня из 15 оценок, у меня 4 четвёрки и 1 из пятёрок. К тому же, насколько я знаю, в моём техникуме не требуют какой-то определённый балл. Хотя, возможно, требуют, если честно, не знаю, но я действительно, я просто знала, что я пройду, всё. Меня остальное не волновало, мне нужно было просто сдать экзамен, вступительный рисунок, который я в итоге знала, что я всё равно сдам, и всё. Поэтому, я думаю, у меня достаточно нормальный бал аттестата. Меня, в принципе, устраивает это. Что? Не боишься нового коллектива? Нет, потому что я меняла три школы. Для меня это как-то очень легко, я на самом деле человек, который легко вливается в новый коллектив. В общем, я социальный человек, я не знаю, как это назвать, в общем, я люблю общаться. И для меня нет никакой проблемы подойти с кем-то познакомиться, что-то узнать и так далее. И поэтому я не буду чувствовать себя серой мышкой какой-то. Вообще, получается, поменяла две школы, но училась я в трёх. Я не знаю, как это правильно назвать. Три поменяла я школы, и это считается как за две. Но во все две школы, в которые я переходила, помимо первой школы, в которую изначально я пошла 7 лет, я легко вливалась в коллектив. Мне это действительно не доставляет никакого дискомфорта, то, что новый коллектив и так далее. И мне это не страшно. И последний вопрос, но не по значению. Сколько стоит обучение? Хочу сказать сразу, что я не поступила на бюджет, не потому что у меня хороший балл, как вы могли ранее слышать. Просто потому что это кооперативные техникумы, и там, в принципе, нет бюджета ни на одной специальности. Что очень грустно, очень-очень грустно. Потому что обучение мне стоит в районе 53 тысяч 55 год. И не хочется действительно платить просто деньги за это. Очень обидно. Но что поделать, другого выхода у меня всё равно нет. Хотелось бы, конечно, в идеале, чтобы я на бюджете была. Но, как есть, очень жалко, что он кооперативный, и что там, в принципе, нет бюджета, и нет никаких льгот. И вообще, всё очень плачевно. И на этом было всё. Я надеюсь, что я ответила на все интересующие вас вопросы. Спасибо, что задавали мне их в Инстаграме. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok